Ну что ж, здравствуйте всем дорогие друзья, с вами как-то Серёга, вы сами можете посмотреть, что добавили в магазин коробку с Sentry 12 новой пушечкой. У нас тут есть золотая версия, естественно мы будем пытаться выбить сегодня именно золотую версию. Перед тем как мы начнём, дорогие друзья, обязательно присаживайтесь поудобнее, можете максимально поджать лайком этот ролик, чтобы помочь выбить мне эту золотую херню. И также заодно поучаствуйте в моём новом конкурсе, где разыграю среди 4-х человек по 500 кредитов на ваш игровый аккаунт Warface, а либо же Киви Кожелёк. Что при участии, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги всегда будут в группе ВКонтакте, также на Ютубе вам придут уведомления, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра, погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву, вы сможете получить самое новое топовое снаряжение оружия. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описании и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Ну что ж, Сентри-12, начинается новая история. Недавно мы с вами выбили зажимную снайперскую винтовку. Золотую, не с фикс прайса, не с тысячи коробок. Реально повезло и просто выпала пушка золотая по удаче. До этого я крутил золотые тычковые ножи. Не так сильно там повезло. Там уже плюс-минус по фикс прайсу в тысячи коробок я выбил себе эти самые тычковые ножи. После этого я почему-то прям чувствовал то, что снайперка мне выпает очень-очень быстро. Не знаю почему, на моем аккаунте именно снайперки золотые любят выпадать очень-очень быстро. Что СВ-шка золотая мне выпала, что выхлоп с пяти коробок. Золотые версии, когда я могу позволить по тысяче коробок открыть Warface, я не представляю, как так лоханулся и не содрался меня по полной. Сегодня у нас не снайперская винтовка. Сегодня сраный дробовик, который не то что в обычной версии вообще не любит не выпадать. Золотой версии это только самый максимальный фикс прайс. Не знаю почему, но только дробовики мне совершенно не хотят выпадать. Не то что они хотят выпадать, они вообще не выпадают. Не в обычных версиях. А если я кручу золото, а я всегда кручу золото, то можно хорошенько будет поссать. Потому что сегодня я уже сижу грустный, я уже рассчитываю на то, что нужно будет потратить 56 тысяч гридов. А так сильно не хочется, так хочется эти золотые сраные стволы выбивать. Ну именно по удаче. Ну кто-то же их выбивает по удаче. И он такой радостный, такой вот подкрыл пять тысяч коробок. Ой, бля, не. Лучше и не скажешь. Если кто-то с пяти тысяч коробок золотую пушку убивает, я ему конечно еще больше, чем себе соболезну. Но я все же рассчитываю на то, что мне эта золотая пушка выпадет по удаче. Я все же в моменте, помню, взял себе обещание, то что золотая пушка, только 20 тысяч кредитов, максимально еще потом десяточку докидываю. Вот именно со временем, там за месяц докидываю, там по тысяче две тысячонки открываю и там выпает, не выпает. Как, короче, и получится. Но после того, как фикс прайсные пушки вообще перестали добавлять, то сейчас добавляются золотые пушки. Кстати, смотрите, только сейчас выпала мне обычная версия. Видите, про что я говорю, обычная версия на моем аккаунте, нифига себе две сразу, очень быстро выпадает. Но они дробовики. Дробовики, это просто отдельная, сука, история, про которую я уже все видео пытаюсь вам рассказать. И как вы поняли, сегодня будет хорошенькое видео, где, я надеюсь, я не солью в силу суммы кредитов. Я надеюсь, я сейчас как возьму и по удаче выбью тебе этот великолепный золотой соло. Просто представьте, его еще нужно будет улучшить модами за две тысячи кредитов, потом еще купить на него какие-то модификации. Вот тогда он уже будет каким-то нереальным бомбом, потому что 900 урона. Потом еще можно мод на урон добавить, еще какие-то моды на точность. Что за имбомб можно собрать? Я прям уже представляю, как я запускаюсь на РМ, как я запускаюсь на мясо. Потому что вот как раз-таки иногда не хватает вот такого вот удовольствия, когда можно поиграть хорошенько ваншотами. Вот ты попадаешь, ты убиваешь. Это невероятно приятно. И я уже не помню таких дробовиков и на приятных попал-убил после Марлины. Я припоминаю, спас, был подобный с вылыпа, типа МАК-7 Спешл. Но там все равно далеко не то было в плане того, что ты попал и всегда 100% убил. Ну да, в многих случаях попадаешь, убиваешь. Но иногда прям не понимаешь, как так. Вот как будто вот какой-то дробинки не хватает. Тут как раз-таки немножечко урона, чтобы получить тот самый долгожданный ваншот. Тут, мне кажется, прям все будет ни хрена себе как в порядке. Так что золотая версия обязательно должна тут присутствовать. Я должен протестить, насколько она нагибает, насколько она тащит. А уже неплохая сумма кредитов, конечно, улетела. Варфейс мне всеми способами подсказывает то, что моя гонка за золотой пушкой сегодня будет проиграна. Кредиты мои Варфейсик хочет хорошенько-таки забрать. Говорю, дробовики, они как будто вот у них отдельный шанс. Я не знаю, сколько я буду еще найти в этом ролике по поводу этого, но, ну блин, вы посмотрите. Только два обычных выпадает, то каким-то образом подряд они выпали и все. Больше нету. И как-то другие пушки насыпают прям здраво. А вот именно дробовики... Ну какая-то реальная история у меня с этими дробовиками очень-очень странная. Уже прям реально хорошую, солидную сумму я на все это дело потратил. Слушаю, ни скидки ни хрена нету, только добавили пушку. Сразу, ну это просто максимально быстро ее получать. И видите, вот такая вот билиберда получается. То, что не хочет совершенно мне по удаче давать золотую пушку. Я бы тактиканул, но вы же знаете. Просто кредитов больше потрачу на все это дело. Хотя пипец я, конечно, экономлю. Сколько? Если я открою три коробки, а не пять. Пипец. Просто пять кредитов экономи. Это все хорошо. Но с этим дробиком точно что-то не так. Я когда открывал на кучу разных аккаунтов, я уже там немножко охренел. Увидел то, что даже в обычной версии довольно проблематично выбить. Не то, что в золотой версии. Вот снайперку добавьте. Снайперка. Да я просто ее сделаю. Она очень мне быстро выпает. Ножи тоже так быстро выпадают. Ну потому что там они по скидке продают свои пистолеты. Тоже не по 60 кредитов. И на них как-то поспокойнее тратить кредиты. Все же они не так быстро улетают. А тут видите, ну какой-то сука челлендж. О, видите это, да? Вот только сейчас третья пушка выпала. С такой суммы кредитов. Ладно. Хорошо. Мне все равно обычные пушки не нужны. Будем надеяться, что он так чисто шанс накручивать, чтобы сейчас взять и дать мне золотую пушку. Сейчас просто столько пушек новых с модами добавляется. Я честно смотрю на это количество деталей. Я еще смотрю то, что допустим даже если этот дробовик взять, его можно по-разному прокачать. Можно прокачать, он будет более-менее быстрым. А можно накинуть ему, чтобы он как Марлин плюс-минус был. И типа и на два мода еще раскошеливаться тратить. А может быть не ту сборку заберешь. Может тебе захочется потом чего-то другого добавить. Ты такой сидишь и думаешь, ты какого сука хера? Ну можно было бы, я не знаю, эти моды на торговой площадке, блин, продавать. Ты создал этот мод, он тебе не понравился и ты его продаешь. Но на ПТСе тестишь, вот сколько эту пушку на ПТСе перефикшивали. Я, мужик хера узнает. Ее добавляли на ПТС куча просто раз. Постоянно то переделали, это переделали. Я сейчас до сих пор не понимаю, что из этого есть. Я вообще, кстати говоря, перед этим видосом 5 коробочек с ней-то открыл. На время ее получил, чтобы с ней немножко-таки сыграть, понагибать. И честно вам признаюсь, я не знаю как, но, блин, в обычной версии это такое дерьмище, ну просто дерьмище. Я не знаю, я играю, у нее вроде бы дизут урона, но она не убивает. Она не ваншотит даже такие дистанции, где сваншотил бы, я думаю, Максим Спешл. Я, конечно, не играл с Максим Спешл против новой брони, но мне кажется, что он бы там даже сваншотил, а тут ваншота не было, причем с такой точностью. Так что пушки создаются, сука, вот прям именно под моды. Это немножко напрягает, потому что тебе нужно реально выбить пушку, потом... Ну как-то с ней неприятно будет играть. Вот я, честно, сейчас представляю, если бы я... Вот я ее сейчас выбью, и я ее сам буду качать. Не просто 2000 критов куплю все уровни и поставлю сразу на нее моды, потому что у меня уже есть детальки. А вот если кто-то ее выбьет каким-то образом по удаче, как видите, это, сука, даже нелегко ее просто выбить. Потом нужно будет с ней еще много времени играть, чтобы открыть все уровни. Потом еще играть, чтобы, в принципе, детали накопить, чтобы купить какие-то интересные моды. И тогда у тебя получится какая-то интересная пушка. Ну какая-то тенденция, ну дебильная, реально. Вот есть какой-то бар, да, лупара. Вот ее выбил, и все, и сразу бегаешь, нагибаешь, сразу имба. А я вот с этим дробляком в его стандартной версии бегал. Меня что перестрелило? Лупара. Причем лупара на снайпера. Когда у снайпера высший снаряга, у него не такая крепкая снаряга. Я ему должен дать ваншот. Вот, я снайперу даю не ваншоты, он мне с лупары дает ваншоты. Ну, просто дичь. Я считаю, такого, конечно, быть совершенно не должно. Если модификация добавляется, то, ну, блин, пусть они добавляются на какие-то старые пушки, чтобы... Ну, пушка, она уже дерьмовая, да, и поэтому ты ее уложаешь модификациями. А новый, да, добавляется по фулл прайсу. Фулл это фулл прайс, сука! То есть я сейчас потрачу, она будет говном. Я выбью эту версию, она будет говном. Чтобы из нее сделать не говно, нужно захерачить на нее мод. Это, блин, бред полный. Ну, да, конечно, они настолько бред, если бы они сделали ее сразу имбовой. И еще в 10 раз можно ее имбовой модами сделать. Но тут просто это бред. Я не думаю, что вот это все дело много кто будет выбивать, честно. Все же время нужно тратить. Выбивать по фулл прайсу. Модами качать. Слишком много лишних движений, опять же. А будет она настолько имбовой? Например, обычного атака, который ты просто выбил и просто с ним играешь. Не надо там миллион модов на него, не надо там миллионы денег на него тратить. Там уже много где его можно было просто так получить. Вот в этот вопрос меня интересует намного больше. А пока что мы наблюдаем, что не на есть, сука, самый настоящий фикс прайс тысячной коробки. Ну как ты меня затрахал, Warface? Ну, одно и то же, ну как может на одном аккаунте, одном и том же, не вести совершенно на дробовики? Какие дробовики я просто не кручу, нихера просто не выпадают. Карта, да, да, давай, спасибо, Warface. Карта черного рынка, да, это именно то, что я, сука, и хочу. Но я просто кручу и понимаю то, что золотой версии просто не будет. Я уже, по-моему, около 28 тысяч кредитов. Не помню, 258 тысяч у меня, по-моему, было. Потому что, блин, я кру... 300 тысяч кредитов? И что это? У меня 3 Сантри 12, то есть на 10 тысяч кредитов один обычный дробовик. Блин, я скоро в эту игру уже, блин, не смогу играть. Ну, слишком богато, чтобы в эту игру играть с этими модами. Вот, тенденция доната, именно доната, мне очень нравится. Вот, добавил, выбил, все, у тебя уже на охрененная пушка. В Warface настолько просто дохренища пушек, которые вообще уже неиграбельны. Не то, что неиграбельны, они вообще неиграбельны, сука, нигде, даже на полигоне. И вот им бы моды добавить, причем моды на донат почему-то говорили, на варбаксы будут добавлять круче, а надо не будет жестких модов. И что мы сейчас видим? На варбаксовые пушки херовые моды, на донатерские пушки нормальные моды. Ну, бред же, бред. Конечно, бред. То есть на вот такие пушки сначала бы добавляли моды, вот на вот такие пушки, блин, по 3 пушки во мной добавляются, и каждый из них модифицируется. Сколько нужно бабла! Я, конечно, мог бы не выпендриваться, не выбивайте золотую версию, но даже обычная версия мне не выпала быстро. Я даже на обычную версию потратил ни хрена себе денег. Нормально. Ну, реально нормально. Вот с пяти коробок мне выпала бы золотая версия, я уже бы поспокойнее был бы. Но все равно, даже за такую ситуацию, представляете, даже золотая мне выпала с пяти коробок, все равно это дорого было. Потом ее прокачивать, и еще моду не встал. Потому что детали, это, ну, сука, дорогая вещь. Ну, нереально дорогая вещь. Какая-то цена вообще, просто космическая, как будто детали из пушки твоей, космолет какой-то делал. Летать на нем по всей карте может с этой пушки. Но ни хрена же это не так, блин. И детали еще хрена достанешь. В таком событии можно было купить, и то, как вы понимаете, дороговато все это дело стоило. Более логично было бы, если детали, они бесплатные, блин, были. Они, во-первых, за каждую катку тебе давали, как варбакс, как валюта какая-то другая. Тебе давали бы эти детали, было бы в 10 раз просто логично. И прямо в магазине за варбаксы, за корону детали можно было покупать. Причем в большом размере. Что если пушка вышла, вот модификацию, модифицируй, что хочешь, и все, братишка. А тут, ну, тут что-то какая-то загвозочка, блин, получается. Для миллиардеров. Самая богатая игра в мире. Это Warface. Спасибо за удачу. Спасибо, любимая игра. Удача, как обычно, у меня на каком-то невероятном космическом уровне. Хоть раз была бы такая шняга, то, что вот я кручу, да, у меня вот до тысячной коробки остается, там, хотя бы 100 коробок, и она выпадает. Нет же, сука, она прям давит вот до последнего, до последней тысячной коробки. А знаете, что самое охеренное? Это просто вот когда они забывают добавить фикс-произе на тысячную коробку. Это самое охеренное просто. Это вот та же самая ситуация, когда я золотую эмку себе крутил, и потратил на нее 67, что ли, тысяч кредитов. И такой, да подожди, я даже вроде уже как бы это, тысяча коробок открыла. Где? А где? Техподдержку пишу. Ой, на эту коробочку у нас это не подвезли. Ну вот она вам золотая, да, как бы. Ну потратили чуток больше, ну ничего страшного. В следующем обновлении пофиксим. В следующем обновлении все будет нормально. В стычной коробке самые невезучие будут выбивать эту самую золотую пушку. Там, правда, не то, что в следующем обновлении. Там на следующий день, когда я выбил эту самую золотую эмку, ее по фикс-прайсу добавили за 4000 кредитов. Ну это совершенно другая история. Давайте не будем о грустном. И так, довольно грустненько, то, что уже уходит почти фикс-прайс. 200-300 кредитов остается. Как же быстренько мне выпало снопа. Мне кажется, я эмоций от снопа получал так много. Я так хочу, чтобы появлены РМИ разрешили только потому, что это золотая пушка, которая выпала мне по удаче. Она просто взяла, сука, и поддалась мне. И выпала. Я собрал из нее реально что-то интересное. Пятый сентри выпадает, я понял. Я понял. Пятая золотая пушка мне выпала прям подряд. Весь донат с ПТС добавили. Я такой кручу. Ох, ни хера себе. Золотой ствол, а потом кручу. Еще золотой ствол. Нифига себе. В каком бы я шоке-то был. Что будет, что будет. Будет полный жесткий насос. Когда тебе совершенно не хочется вбать золотая версия. Уже хочу, блин, посмотреть, как она вообще золотая версия выглядит. Когда, сука, блин, выпадает. Когда ты открываешь коробку, и ты такая, опа! Золотой сентри 12. Нифига себе. Уже реально хочется. Не, 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 не. В смысле, необычная золотая. Золотая сентри 12. Обычно что? Она обычно выглядит. Обычно. Я уже шесть раз видел, как обычная версия выпадает. Хочется, да. Золотишко немного. Самая масса золотишка. Сука, не дай бог ты не в высшем бой. Вот, не дай бог. Сейчас не выбей тебе золотую версию. Конечно, в штучной коробке. Не прокачаю. Вот, запущусь с тобой. А ты, а ты, а ты, сука, ну хоть раз не сваншотишь. Ну, хоть разу, разуничку, хоть не сваншотишь. Вот, конечно, ты меня, блин, впечатлишь. Я просто буду сидеть вот с такой вот улыбкой на весь монитор. Думаю, блин. Сука, как так, как так получается, да? Как? Или как так получается? Я сейчас такой золотой выбиваю с фикс прайс. Я такой, сейчас новогодние праздники всякие будут. Всякие скидочки прикольные. Не знаю, мне кажется, и золотые пушки по фикс прайсу добавят. Может быть, не все, но много точно добавят. И такой сцентри там лежит за 4000 кредитов. Такой. А, ну, 4000 кредитов. Ну, в принципе, да, среднестатистический человек, наверное, 10 тысяч кредитов и тратит, чтобы выбить золотую пушку. Ну, если статистика именно такая, понимаете, то, что вот все выбивают с пяти коробок, а я такой сижу и тысячи коробок, тысячи коробок потрачу и, в принципе, будет нормально. Ладно. Давайте попробуем скипнуть пару раз. Я все же уже потерял, конечно, вообще свою последнюю надежду, что она захочет выпасть мне по удаче. Вот еще одна обычная, так что хотелось бы скипнуть пару раз. Все же, может, Warface сломается немного такой. Опа! Две золотые пушки отсюда. О-о-о-о-о-о-о! Ни хрена себе! Ай-ки-ки! Блин! Охренеть! Она решила выпасть! Это так неожиданно! Это так приятно! Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Блин, я чувствую себя победителем этой игры! Я чувствую, как будто я реально прошел эту игру! Да, деточка! НОООО! И сейчас еще надо потратить тысяча и восемь кредитов, так, чуть-чуть, чтобы хочнуть ее на сто процентов, и потом просто прикупить еще кучу интересных модов, которые сделают из этой пушки реального, сука, просто монстра! Потому что сейчас... Ну, честно, не то. А ведь бред, бред, послушайте. Ай, как говорится, ребята, желаю вам удачи намного лучше, чем у меня! И благодарю вас всех за просмотр! Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, обязательно пишите ваше личное мнение в комментарии, если вам нужны ссылки, есть в описании к видео, мы с вами увидимся, всем удачи, пока!